Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, пожалуйста. Не надо. Моей жены родной брат умер в 48 лет в Израиле, не дождавшись операции на сердце, уже продемонтированной. Все просто, как детская рубашка. Это то же самое, о чем говорил наш радиослушатель Евгений, когда он говорил о ветеранных госпиталях, которые принадлежат государству, и как ветераны умирают. Но ветераны, это не имеется в виду ветераны Великой Отечественной войны. Это имеется в виду молодые ребята, которые прошли службу. Без ветераны Американской гражданной войны. Это ничего удивительности. Не работает. Это как говорится... Еще раз вспоминаю великую Маргарет Тэтчер. Проблема с социализмом... Проблема заключается в том, что социалисты рано или поздно заканчиваются деньги, которые, кстати, не принадлежат. Деньги других людей. В общем, фокус. То есть, это не работает и не будет. Абсолютно верно. Спасибо большое. Спасибо. Ну и теперь, наверное, пришла пора поговорить об очередном скандале. Я вообще понимаю, вот в соцсетях... Сейчас маленькое вступление. Я понимаю, почему в соцсетях либералы все больше и больше, так сказать, становятся злыми. Они готовы просто порвать, разорвать, убить, расстрелять, с дронов стрелять и все. Потому что всякий раз, когда какая-нибудь, какой-нибудь там болтун, какую-то информацию сливают в средства массовой информации, и они начинают... Все! Вот! Все! Сейчас мы Трампа закопаем, похороним. Вот прямое доказательство его связи с Кремлем. Все! Вот! И они мусолят неделю, две, три, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Мусолят, мусолят. Раз! А в итоге получается пшик. Они уже настроились, они уже готовы праздновать, как Леня Могилевский. Когда будем мы праздновать импичмент пари. Вот! Каждый раз, когда какая-нибудь очередная утка появляется, они преисполнены надеждой. Ну вот, наконец-то! Сейчас мы у вас тут! И очередной пшик мордой об стол, и поэтому я понимаю, почему они так злятся. Понимаю! Но помочь им ничем не могу. И вот очередной скандал, который, так сказать, ну вот сейчас муссируется, сейчас вот идет пресс-конференция, брифинг, вернее, Сара Хакоби отвечает на вопрос. Я на секундочку включил. Журналисты пытаются порвать, и все, одну и ту же тему. Одну и ту же, ну как обычно, как какую-то тему им подкинут, они начинают ему солить. И либералы сейчас, наверное, слушают. Ну вот, сейчас, наконец-то, наконец-то! Я представляю, что половина из них попадут в психушку после очередного разоблачения, что этот скандал вообще ни о чем. Мы-то понимаем, что все эти скандалы, в кавычках скандалы, на самом деле преследуют одну единственную цель, это создать рейтинги, надуть рейтинги. Это все имеет финансовую подоплеку, и об этом стало ясно, стало понятно благодаря видео Project Veritas, когда продюсеры, даже директор, генеральный директор CNN открыто заявили, что они раздувают эту тему намеренно для поднятия своих собственных рейтингов. Естественно, нормальные люди не смотрят CNN, то есть эти фанатики, совершенно обезумевшие от своей кровожадности против президента, и, естественно, для них это является сладой, но только для них. Поэтому, чем дитя не тяшилось, лишь бы не плакало. Ну и давайте перейдем к сути очередного скандала. О, да. В общем, теперь в центре скандала лежит российский государственный адвокат, как она себя назвала, Crown Prosecutor, это Наталья Васильницкая, которая встречалась, якобы встречалась, или, может быть, даже встречалась с сыном Доранда Трампа, Доранда Трампа-младшим, в июне прошлого года. Причем, если вы посмотрите на эту обстановку, то вы увидите, если вы сделаете небольшое исследование, или посмотрите на предыдущие репортажи, то станет ясно, что картина, на самом деле, очень мутная. Посидите сами. Эта же самая дама, адвокат Васильницкая, была приглашена на свидание, на слушание Конгресса. Была приглашена Майклом Макфоллом присутствовать на заседании комитета Конгресса по иностранным международным отношениям. И, в общем-то, что она там делала, неизвестно. Но тема была торговля, расширение связи с Россией. Естественно, можно предположить, что она была заслан казачком Кремля. Мы не знаем. Также стало известно, что товарищу Васильницкой была отказана в доступе на территорию Соединенных Штатов, поскольку у нее были какие-то проблемы с визой. После того, как она обжаловала это решение в окружном суде Нью-Йорка, ей было дано право присутствовать на каких-то слушаниях для того, чтобы защитить ее клиента. Помимо этого, госпожа Васильницкая была явным или остается явным противником, противницей президента Трампа. На ее странице в Фейсбуке, в социальных сетях очень много карикатур, риторики и откровенно недороговательных сообщений в адрес президента. Помимо этого, адвокат Васильницкая опубликовала многие заявления, которые ставили под сомнение честность на Трамп-юниверситете и, собственно, самого президента как такового. Более того, товарища Васильницкая была приглашенной гостей Джона Маккейна, поскольку есть фотографии, на которых она запечатлена с этим ветераном американской политики. И, самое интересное, оказывается, что бывшие оперативники Обамы вовлечены в приглашение ее на территорию Соединенных Штатов на работу с компанией Васильницкой, на работу в кругах, которые были еще ранее вовлечены в поиски разоблачающих досье на президента, так называемой группой Fusion GPS. И вы знаете, Сергей, мы можем вдаваться в какие-то теории, но предположение о том, что Васильницкая является засланным казачком демократов, я думаю, что эта теория имеет под собой основание весьма веское. Абсолютно верно. Но вот что касается этого досье, которое не публиковал никто, потому что понимали, что это вообще туфта полная. Некоторые мои оппоненты в соцсетях по-прежнему ссылаются. Причем люди, казалось бы, один парень работает медбратом, причем анестезиолог, и он иногда в своих... Ну, то есть надо отдать ему должное. Человек учился, сдал экзамены, все сертифицировано, и вот надо отдать ему должное в этом. Но иногда в своих комментариях он ссылается как раз на это досье, которое опровергнуто, доказано, что это фальшивка. Причем фальшивка, заказанная демократами, какому-то бывшему шпиону английскому. И что, кстати говоря, есть подозрение, что в сливе этой фальшивки замешан упомянутый тобой Джон Маккейн. Да, и Джон Маккейн. В общем, вся эта бригада, вся эта республиканская братья, так называемая эстеблишмент, которые ненавидят Трампа всеми фибрами души, и понятно почему. Им отведена такая... сыграли такую неблаговидную роль. Так вот, оппоненты мои по-прежнему ссылаются на это досье. И ты справедливо заметил, что с этим досье связана вот именно эта группа Fusion GPS, к которой имеет непосредственное отношение Наталья Весельницкая. Поэтому есть все основания полагать, что это обычная подстава, это такая провокация, затеянная демократами с тем, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. И вот вокруг этого сейчас такой шум, такой скандал. Хотя Дональд Трамп опубликовал всю переписку. Причем там выстроена такая совершенно дурацкая схема, такая сложная, почему-то она прошла вот такую процедуру. Значит, на этой встрече присутствовали Наталья Весельницкая, Трамп младший, Кушнер там был 7 минут, повернулся, ушел. Значит, смысл заключался в том, что их заманили с тем, что якобы есть информация дискредитирующая связи Хилари Клинтон с Кремлем. И вот поэтому откликнулся Трамп младший, что на самом деле не делает ему много чести. Абсолютно. Тут надо признать, что совершенно глупо поступил. Пришел Манафорт, пришел Кушнер. Кушнер через 7 минут послушал. Да, а речь шла не о том, что есть какая-то информация на Хилари Клинтон. Вопрос, речь шла о том, что об усыновлении русских детей. То есть, тема разговора была такая. Кушнер послушал. Было еще, кстати, сообщение об отмене закона Магнитского. Да, 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 да. Как бы этой темы коснулись. Кушнер послушал 7 минут, повернулся, ушел. По заявлению самой же Весельницкой из ее интервью, Манафорт на протяжении всей этой встречи вообще сидел, занимался своими делами с телефоном, там, смс-ки слал и так далее. В общем, разговор был ни о чем. Так вот, сейчас демократы, вот, наконец-то, вот это прямое доказательство, калужин между Трампом, а да, кстати, Трамп об этой встрече ничего не знал до последнего времени, пока это не раздули вот в такой очередной мыльный пузырь, в очередной скандал. Трамп об этом ничего не знал. На вопрос, почему Трамп плач и не сообщил своему зону, ну, потому что встреча была ни о чем, разговор-то был ни о чем. Об этом заявил, кстати, и бывший начальник избирательной компании, как же вызвать, не Ковалевский, а Ливандовский, который прямо сказал, что я об этом ничего не знал, поскольку это была рядовая встреча, которая не сулила вообще ничего серьезного за собой, понимаете, это раздутый скандал, мыльный пузырь. И это же подтвердила сама Весельницкая в интервью ABC, если не ошибаюсь, или NBC, не помню сейчас кому, она сказала, абсолютно. То есть, еще раз, но зато говорящие головы тут на CNN, на MSNBC приглашают каких-нибудь абсолютно леворадикальных профессоров из университетов, профессоров права, и они начинают колюжен. Но, во-первых, нет такого закона. Даже если предположить, что все, в чем их обвиняют, это правда, это не является нарушением закона. Давайте начнем с этого. И это подтверждают все, даже леваки. Но зато они начинают придумывать, ага, они нарушили закон о финансировании избирательной кампании, не имеют права избирательная кампания получать какие-то деньги или что-то от иностранных государств. Но, как выясняется, они ничего не получили. То есть, даже не информация, что не является материальным вообще никаким, и никак не может быть расценено как финансирование избирательной кампании. В результате разговор пришел, привел в никуда. И все равно они будут толдычить, они будут 24 часа в сутки об этом говорить. И вокруг этого будет строиться все. Одним словом, демократы предпринимают колоссальные усилия и, конечно же, продажная пресса. Продажная пресса, которая находится у демократов в кармане. По-моему, за счет этого они и живут. Они будут прилагать максимальное усилие к тому, чтобы не были проведены никакие реформы. Никакие. Почему? Потому что тогда, в 2018 году, те же самые демократы... Да, кстати, и по поводу Обама-Кер. Если сейчас они толдычат о том, что 20 миллионов или 20 там чем-то миллионов потеряют страховку, и поэтому некоторые республиканцы готовы поменять дайперсы уже и не знают, как поступить. Я уверен, что сейчас, когда если вдруг этот закон примут, который на самом деле не отменяет Обама-Кер, те же самые средства массовой информации начнут бить этих же республиканцев по голове и говорить, ну, посмотрите, какой закон они примут. Они же не отменили Обама-Кер. Вот попомните мое слово. Они будут их долбать по головам, причем заслуженно абсолютно. Так вот, очередной скандал, который раздувается, и тут, я говорю, это уже собрались праздновать импичмент пари, устраивать некоторые горячие головы. Ну, давайте послушаем. Вы понимаете, все-таки есть предел этой антироссийской истерии, да, этого постоянного мнимого вовлечения России во внутренние дела США, причастности президента и так далее. Все-таки это достигнет такого поворотного момента, переломного момента, как хотите, можно узнать, когда народ просто будет, у народа будет вызываться отвержение, отторжение. Лично у меня, я не могу уже не читать ни одну новость о том, что Путин, Россия, Россия, Путин. У меня уже вылесевает аллергия эти буквы. Я думаю, что даже не только у сторонников республиканской партии или у сторонников консервативного движения, я думаю, что у независимых избирателей уже вызывает тошноту, если они включают MSNBC или CNN, потому что, ну, другой темы для них просто не существует. И, к слову сказать, я смотрел интервью, вернее, ну да, интервью Джей Секулов, и это был Куома на CNN. И Секулов ему говорит, подожди, подожди, вы говорите о том, что вот Россия там попыталась... А что касается правительства Украины, правительства, тут не доказано. Тут Весельницкая сказала, что она не имеет к правительству России никакого отношения. Это она сказала в интервью. А тут, значит, правительство Украины в свое время поработало над тем, чтобы... Кстати, вот над этим позорным досье, которое было сфабриковано английским шпионом. И получили люди... Английский шпион за это получил деньги. И правительство Украины собрало... Подготовило материал, дискредитирующий Мэна Форта. И этот материал... Это было известно еще прошлой весной, кстати. Да. И, кстати говоря, понимаешь, то есть, это иностранное правительство, которое попыталось повлиять на исход выборов. Ну, никто же об этом не говорит, только они свои парни. Секулов говорит... Секулов говорит Куома, скажи, пожалуйста, а вот можно я задам вопрос, а вот что касается Украины? Ну, Украина это другое дело. Он говорит, подожди, подожди. Что значит... Что значит другое? В одном случае закон, значит, вот так, а в другом этот Куома крутился, как вошь на гребешке. Ну, абсолютно. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, серьезно. Вы знаете, я вот... Ну, с этим очередным скандалом, мне это показывает две вещи. Первое. Это то, что мы действительно в отношении семьи Трампов мы имеем дело настолько не с профессиональными политиками, что это даже приятно. То есть люди совершают абсолютно нормальные человеческие поступки-ошибки, но они это совершают не сознательно. Они это совершают просто потому, что они не профессионалы политики. Но, с другой стороны, мне это напоминает... Вот идет маленький ребенок, да? У него развязаны шнурки. Один раз наступил на шнурок, бахнулся, разбил себе нос. Ему мама говорит, сынуля, возьми, завяжи шнурки, давай я тебя завяжу. Нет, не хочу. Окей, идет дальше, бах, наступил, упал, разбил себе губу. Давай я тебе завяжу шнурки. Нет, не хочу. Вот объясните мне, сколько раз можно наступать на одни и те же шнурки или грабли перед тем, как они поймут, что, ребята, надо сесть, полностью разобрать по косточкам все, что происходило до выборов, во время выборов, после выборов, и играть на опережение. Ведь, ну, сколько можно отбиваться? Послушайте, мы не знаем, что происходит за кулисами. Нет никаких оснований полагать, что президент и его команда не знают, что они делают. Я уверен, что они прекрасно осведомлены о тех трудностях и подводных камнях, среди которых им предстоит плавать и среди которых они плавают. Есть какие-то причины, по которым они так не делают? Поскольку в некомпетентности, я даже не могу подумать об этом. Павел, я бы с вами был согласен на 300%, если бы не то, что произошло с Флинном, если бы не то, что произошло с Менфлоном, если бы не то, что вот сейчас происходит с Трампом Джуниор. То есть, ну, ведь это все шаги, которые, ну, как мог Флинн не вспомнить о том, что он встречался? Как мог этот, как его? Вы знаете, что, вот когда, Анатолий, когда говорят, вот когда вот эту ситуацию разбирают, почему некоторые из них, так сказать, не сообщили, не сразу рассказали, что они встречались там с послом, скажем, и так далее, и так далее. Вы помните, какая в это время проходила истерия по поводу связей Трампа с русскими? Это перед выборами буквально. Я думаю, что здесь они руководствовались политическими соображениями, потому что атмосфера была настолько накалена, что признайся он, что он ест салат там с русским дрессингом, и все, проиграли бы выборы. Это смертный приговор. Да, да, абсолютно, потому что истерика буквально со всех экранов телевизоров, буквально лилась истерика о том, что вообще слово русский произносить было, так сказать, ну, ни в коем случае нельзя. Поэтому они, наверное, я так понимаю, что чисто психологически они боялись, вот, что их каким-то образом свяжут, что, ну, послушайте, даже Макаскал, Клэр Макаскал, сенатор, говорила, заявляла о том, что она никогда не встречалась с русским послом, хотя есть фотографии ее встречи с русским послом, что она разговаривала с ним по телефону, есть подтверждение. То есть, это такая атмосфера страха, причем такого сталинского страха, что не дай бог. Это атмосфера страха, это атмосфера давления. Вот тут я с вами с собой полностью согласен. Но, значит, раз вы знаете, что такое происходит, и раз у вас есть советники, у вас есть специалисты, это все должно было быть как-то обработано до такой степени, где нельзя давать лишний повод тем же демократам. Понимаете, меня меньше всего интересует сверст массовой информации. То, что там эти фейк-ньюс, их уже, вот, Павел правильно сказал, уже тошнит и аллергия на то, что они пишут. Но, то, что говорят, то, что разрабатывают демократы, вот, им нельзя давать лишний повод для того, чтобы такое, ну, творить в этой стране. Вы думаете, что председателям не знают? Просто странно. Я с вами не взгляну в споседшем. Понимаете? Так, у нас есть звонок? 847-400-5200, если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, пожалуйста, звоните. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Павел, у меня вот такой, значит, вопрос к вам есть. Ну, хорошо, правильно, значит, то, что я с вами согласен. Ну, демократами понятно, потому что их, видимо, оттащили от кормушки, там, все ясно, арабских денег больше вроде как нет, они уже не уру... Но объясните мне, почему все-таки средства массовой информации до такой степени находятся в одностороннем положении? Почему только Факс-Ньюс каким-то образом пытается навести, ну, скажем так, справедливый порядок? В чем интерес непосредственно средств массовой информации? Почему они до такой степени находятся по ту сторону? Отлично, замечательный вопрос. Теперь возьмите и замените слово средства массовой информации, слова средства массовой информации на демократическую партию. Тогда вы ответите на свой вопрос, поскольку разницы между демократами и СМИ нет абсолютно никакой. Это одно и то же. Это все. Ну, почему одно и то же? Почему? Вот я пытаюсь понять, почему... Ведь очень много каналов, очень много разных владельцев, очень много... Ну, как много, ну, скажем там, 6-8 каналов разных, которые вещают новости и так далее. Почему это настолько управляется с одной стороны? Потому что... Да, потому что СМИ... Это такая стратегия в свое время, мы на эту тему тоже говорили, пришли к выводу, что пролетариат не является двигателем революции. И пришли к выводу, что самое главное занять некие такие позиции социально значимые, как образование, средства массовой информации и популярная культура, то бишь певцы, актеры и так далее. И Голливуд всегда был левым, всегда был прокоммунистическим. Я в качестве примера приводил выступление известного актера Шона Пэна, его папашка Пэн был профсоюзным лидером в Голливуде. Так вот, до того момента, пока Германия не напала на Советский Союз, папашка на митингах прославлял Гитлера. Они всегда были левыми, всегда были прокоммунистическими. Ничего не изменилось. То же самое в средствах массовой информации. Большинство каналов контролируются людьми леворадикальных взглядов. Все, нет другого. Не забывайте о франкфуртской школе, которая прямо заявила о том, что их задачей является сабвежен. То есть, проникновение, интеллектуальное извращение людей, промывание мозгов, сбивание с правильного курса на какой-то левый, коммунистический. В этом нет никакой большой тайны. Об этом все известно. Они сами признаются. Тот же самый Крис Матюс заявлял три года назад, если не ошибаюсь, что их задача – это показать народу, сказать, заявить народу, что нужно думать, как нужно думать, какими фактами нужно оперировать. Поэтому коммунистическая, эта сфера, эта крыла коммунистическая, оно жило, оно живет, оно будет жить. От этого никуда не денешься. Но какой же у них, допустим, финансовый интерес или какие блага они с этого получают? Ведь всегда же есть какие-то интересы, чисто будем говорить, финансового плана. И эти тоже. Где вот здесь вот? Где вот здесь вот что? Что есть? Во-первых, идеологические интересы нельзя откидывать. Люди, которые придерживаются определенного взгляда, определенной философии, они не могут это засунуть себе куда-то, у них это прет. И каналы, владельцы каналов, управляющие каналов, они придерживаются определенной идеологии. И если вдруг кто-то из них там не так себя поведет, то, скорее всего, распрощаются с должностью. А платят там немалые деньги. А потом я в качестве примера, Обама, скажем, когда он проталкивал свою программу Обама Кер, он там, скажем, канал ОМСНБС дал там полмиллиона долларов для того, чтобы они крутили рекламу, прославляющую Обама Кер. Это, знаете, немалые деньги, причем деньги налогоплательщиков, которые на халяву достались каналу ОМСНБС. Вот вам и результат. И таких примеров масса. Спасибо большое. Спасибо за вашу звонок. И причем, вы правильно заявили, Сергей, что в этом идеологическая подоплека играет большую роль. Поскольку, если бы нам с вами предложили те же самые деньги, я уверен, что, в общем-то, мы бы ответили отказом. Поскольку для нас в продаже собственных убеждений это, в общем-то, неправильная вещь. То же самое и для них. Но для них морально это извращение, это коммунистический догма, они превыше всего. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, в очередной раз я могу сказать, что идеология все-таки идет вслед за другими факторами. Это не первично. А первично, что такое социализм? Социализм – это власть навсегда. Вспомните, и Сталин до самой смерти, и Хрущев, но Хрущева они, правда, сняли, а Брежнев и все-все-все. Поэтому они прекрасно знают, это цитарная система. Если они здесь сделают этот переворот, что они, в общем-то, изо всех сил стараются сделать, то они будут навсегда здесь. А второе я хотела сказать, вот по поводу того, что многие говорят, что не надо давать поводы. Да они, им не нужны поводы. Они изобретают всякие различные поводы сами, потом внедряют это сознание большинства людей, потому что это самая настоящая геббельсовская пропаганда. Когда говори чаще и говори самую страшную ложь, тогда быстрее тебе поверят. И вот если посмотреть даже на нашу аудиторию, то некоторые, которые слушают ваши передачи, все равно в голове у них не укладывается, потому что они в основном смотрят или слушают вот эту левую пропаганду, которую 95% мейнстрим-медиа – это левая пропаганда. А то, что ее подкармливают и давно уже этим управляют демократы, ну да. В то время, когда республиканцы занимались практической экономикой, в это время они, согласно марксисту ленинской теории демократы, захватили власть над теми же самыми почтой, телеграф, телефон. То есть в нашем современном понятии мейнстрим-медиа, значит, средства массовой информации, система образовательная, система, значит, судебная и так далее. Спасибо большое. Спасибо. И вот еще один пример такого плана. Наиболее массовым, таким социальным, к числу наиболее массовых средств массовой информальной, я имею в виду социальных, соцсетей, относится Facebook. Вот сейчас Зукерберг съездил в Пакистан и заверил пакистанское правительство, что он будет удалять антиисламские материалы с Facebook. Как будто он уже их не удаляет. А он их еще просто как бы подтвердил. То есть любое критическое какое-то выступление, любой критический материал в отношении исламистов будет автоматически удаляться. Спасибо, товарищ Сукерберг. Давайте сделаем еще один перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Множество нежных лепестков роз медленно парят в воздухе и опускаются на поверхность, усыпанную цветами. Вдруг резко дует ветер, и лепестки разлетаются, открывая прокладку для критических дней. Мы приближаемся все ближе, ближе и ближе, и становятся видны ее ажурные края и мягкое покрытие. Затем на экране появляется упаковка, а рядом с ней логотип торговой марки и слоган. Многие люди не смотрят телевизор, но они смогут увидеть вашу рекламу на радио. Размещайте рекламу на Народной волне. 847-480-0023 Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира – 847-400-5200. Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может. Высказать, не высказать, сказать. Возвращаемся в программу Пабла Черноосова. Телефон студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Можно я объясню, что произошло с Минофортом? Объясните. Он был советником Януковича и его митчмейкером во время выборов. Но поскольку Янукович штабленник Путина, то я лично, например, считала, что Янукович вообще агент Путина. Но проблема была в том, что Минофортом получил огромную сумму, по-моему, 12 миллионов, ну не помню точно какую сумму, но много миллионов, от партии регионов подпольно. Когда всплыла их черная касса, всплыла их амбарные книги, всплыла эта информация. Но дело в том, что Минофорт не обнародовал эту сумму здесь в качестве дохода. И не заплатил, соответственно, за это налог. И вот в этом была проблема основная. Он еще не задекларировал себя как иностранного агента. Да, ну не совсем как иностранного агента, он работал наоборот. А, значит, проблема еще одна, о которой я говорил, которую вы упустили. Эти амбарные книги не просто всплыли. Это украинское правительство постаралось, накопало грязь на компанию, избирательную компанию, на одного из членов избирательной компании Трампа, точнее на менеджера избирательной компании Трампа, и передала эту грязь демократической партии Соединенных Штатов Америки. И та, в свою очередь, слила эту информацию. Вокруг этого опять несколько недель, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю средства массовой информации толдычили об этом. А Трамп... Само по себе некрасиво. Трамп уволил Менафорта. То есть к Трампу это все равно не прилипло. Он его уволил, все, на этом покончили. Но в данном случае, так сказать, это ни у кого не вызывает никаких вопросов. В этом случае закон не имеет никакой силы. А вот в случае с Трампом Джуниором, это уже другое дело. Хотя никакой информации он не получил, ничего не было. В результате разговора, так сказать, ничего не родилось. Но тут леваки настаивают на том, что Трамп нарушил закон о финансировании избирательной кампании. Вы понимаете? Причем, когда Федерик Клинтон продает Росатому 25% американского уранового запаса, в этом нет ничего страшного. Конечно. А Кремль в это время платит 500 тысяч билл за 5-минутное выступление перед банкирами. Тут как бы, ну это все просто случайное событие. Виталия. И не имеет никакого абсолютно значения. И сейчас мои либеральные друзья на Фейсбуке будут говорить, ты уже должен забыть про Клинтона, про Обаму. Мы сейчас говорим о настоящем, так сказать. Ну вот, о настоящем. Я не помню, чтобы они критиковали, когда оба, и Клинтон, и Трамп были кандидатами в президенты. Я не помню, чтобы они возмутились вот хоть одним из этих фактов. А сейчас они говорят, ну все, уже об этом говорить нечего, уже все, уже забудьте, забудьте. И я не помню, чтобы они возмущались, когда Обама, наверное, еще во второй срок своего президентства все еще варил всю вину на президента Буша, на своего предшественника. Их это не возмущало. Тогда еще помните, Обама сказал, что передай Владу, он заметил это в разговоре с Медведевым. Да, да, да. То во втором сроке у меня будет больше флексибилити, больше упругость политическая. Это тоже ничего не значит. Это же ничего не значит. Абсолютно. Ну что вы. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут был разговор в первом часе, так называемая Баба Макер. И было, что вот люди будут не застрахованы, да-да. Все это окей. А вы помните, в каком году приняли этот закон? В десятом. В десятом. А в каком его внедрили? Ну он внедрялся постепенно. В четырнадцатом. Он внедрялся постепенно, да. В четырнадцатом. Он так, это разговоры. А сам по себе, когда он вступил в силу, это был четырнадцатый год. Так. И после него еще какое-то время заняло. Значит, и разговор, я помню наш, у любимой сенатора из Леной, который, как его фамилия, Дурбин, Сергея Любимая. Он говорил, люди же будут умирать на улице. Ну вот четыре года они умирали, никого это не волновало. Теперь еще никто не умирает, еще не отменили, еще ничего не случилось, но уже стали разговоры. Но это я так для этого. У меня вопрос насчет этой девушки. Как ее фамилия была там? Весельницкая. Весельницкая. Whatever. Как она появилась здесь? Я помню. Она приехала сюда. Она была лойер для какого-то там Кацев, Кацев, по-моему, да? Так, так, так. Такой какой-то бизнесмен там в России, и его сын попал в какую-то историю. Она здесь была, поскольку здесь судили компанию их, его, их строительную. И занимался этим этот в Манхэттене прокурор, которым потом уволили. Она здесь была, я читал еще в прошлом году, что там, значит, лойеры, т.т.т. их. Короче говоря, она жила, или группа их жила в гостинице последние два дня, правда сказано, два дня. Что они там, там где-то тысячу долларов было ночь в гостинице. Кушали, пили и предъявили счет, самое интересное, правительству Соединенных Штатов Америки на 50 тысяч долларов. Я так понимаю, она появилась, но после, а ее не хотели пустить до этого, я не знаю почему. Но поскольку ей надо было быть как представителем этого, которого судили. Но теперь вопрос, она с того времени живет здесь? Ей, у нее есть виза, или как это все? Нет, у нее просроченная виза, и поэтому... А это другое, я понимаю другую сторону, я согласен, да. Я имею в виду, у Трампа нет людей, которые подняли этот вопрос, что она нарушила... Сенатор Грэсли направил письмо в Генеральную прокуратуру и, нет, в Министерство иностранных дел и в Homeland Security с требованием разъяснить, каким образом госпожа Весельницкая с просроченной визой попала на территорию Соединенных Штатов. Ну, все это происходило, правда, наверное, еще до того, я не знаю, как... Ну, будут разбираться, очевидно, в этом. Но потому что она играет определенную роль во всей этой скандальной истории, поэтому... Когда это вчера вышло, я ехал с живой машиной. Я говорю, окей, если она с прошлого года, она еще здесь. Как это все происходило? Это странно вообще, да? Как-то для нее, значит, можно. А для какого-то там, Мексикан какой-то там, его ловят, забирают и отправляют на родину в Рязань. Это же какая-то странная ситуация складывается, что, значит, у нас выборно показывает, они сами себя показывают, что, знаете, это какая-то идиотская. Теперь еще одну. Я не знаю, если вы читали, сегодня было на Ягу, как всегда, товарищ Нюманн написал, что вот люди жалеют, они голосовали за Трампа, и они жалеют. И тут же, в самом низу, они показывают, значит, 25 тысяч с половиной, по-моему, было опрошенных, и оказалось, 80 человек было за Трампа, то есть они согласны, они довольны, 12 против и 1% не решился. Так что ж получается, эти люди сами себя высекли, они говорят плохо, но показывают хорошо. Интересно, да? Они всегда так делают. Факты не имеют для них никакого значения, для них главное пропаганда и ощущение. Ну, они же сами сделали все опрос. И тут же. Так что у нас никогда не будет скучно, у нас сейчас весело каждый день. Спасибо. Если кто-то сказал, ну, как это так, вот он сделал глупость, они из пальца высосут какую-нибудь ерунду. Совершенно верно. И обвинят их в этом. Так что не надо волноваться. У нас имеется опыт, это было, на моей памяти, с Рейганом, и все пошло наверх. Всегда что-то было. Спасибо. Спасибо. Не читайте фейковых новостей. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я вот хочу сказать про Обама Керр. Значит, когда Обама Керр принимали, то было где-то от 15 до 20 миллионов не имеющих страховки. А сейчас, вот в этом году, когда Обама Керр, так сказать, цветет полным цветом, 30 миллионов не имеют страховки. Потому что многие отказались от страховок и платят вот эти пеналти, эти тексы бешеные. Потому что невозможно, потому что настолько подскочили цены на иншуренс, который, значит, стоит намного больше. Дедактабл вообще зашкаливает за все нормальные пределы. И в то же время покрытие меньше, чем было раньше. То есть испоганили нашу систему медицинскую полностью. Еще не все это поняли. Вот те, которые сидят на медикете и все прочее. Это правительство, я имею в виду, это демократическая партия делает степ-бай-степ. То есть не все сразу. И под такую пропаганду, что многие не понимают стратегически, что будет завтра. Поэтому им кажется, ну сейчас вроде бы ничего. На полках все есть, и вроде бы можно ходить к врачам. А что будет завтра, они не понимают совершенно. Вот это я хотела сказать. Поэтому... Спасибо. Спасибо большое. Многие даже не хотят понимать. Человек это такая скотина, которая ко всему привыкает. И на самом деле Обама не скрывал, что он был сторонником сингл-пэйр-систем, но понимал, что это настолько непопулярно. Даже Обама и Кер настолько непопулярен, что не могли. Но сделали шаг в правильном направлении. Собственно, ведь если посмотреть, весь этот закон был продан населению под фальшивыми обещаниями. Самые ключевые обещания, на самом деле, они были изначально ложью. Значит, помните сакраментальные. Две с половиной тысячи каждая семья в среднем сэкономит на медицинских страховках. Что мы покроем медицинскими страховками абсолютно в 100% всех остальных. Что вы будете сохранить свой страховой план, если он вам нравится. Что вы сохраните возможность ходить к тому доктору, который вам нравится. Вот под этими лозунгами была продана эта идея, этот закон американскому избирателю. И все они на поверку оказались абсолютной ложью. И Грубер, по-моему, да, архитектор этого закона, он, вы помните... И в самых приятных ключевых словах это созвалось об американском народе. Помните было такое? Абсолютно. Тупость американского народа позволила им принять этот закон. Как сказал Грубер. Все аплодируют и все говорят, что да, ведь он молодец, он правду матку режет. То есть либералы аплодируют тому, что архитектор Обама Кер назвал их тупыми. Ну, он, наверное, недалек от истины на самом деле. Но как бы вот... Как-то это звучит все нездорово. Не правда ли? Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Павел, я сегодня, когда включилась в то, что говорил Рен Фолл, он сказал, что кто не проголосует, это значит, он проголосует за Обама Керкс. Я так понимаю, завтра будет голосование, по-моему. О чем была речь? Вы не слышали? Я не читал конкретное выражение Рен Фолла. Это было, ну, на факте... Он интервью дал, он дал пресс-конференцию, я, к сожалению, у меня тоже не было возможности послушать, но я знаю его позицию, и, скорее всего, он говорил о том, что необходимо отменить Обама Керкс, то есть принять закон, отменяющий Обама Керкс. Я тоже сказал. Знаю его позицию. Единственное, что я еще услышала, он сказал, что вот это вот мандатное, что люди обязаны, что это надо исключить. Ну, это всем понятно. Я не уверен, что... То есть я, я так, как сказать, предполагаю, что они, наверное, минимально сделают какие-то изменения, чтобы включить как можно больше республиканцев. Абсолютно. А остальное ему потом доработают. Абсолютно. Это единственный такой политический шаг, чтобы... чтобы как-то каким-то образом принять этот закон, а другого пути они уже... Я не думаю, что Рэнд Пол проголосует за тот закон, который будет предложен в Сенате. Спасибо. Спасибо за вашу звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Вот я... Я не понимаю, если вот учесть вашу версию конспирологии, что это демократы поставили дженера-младшего, Трампа, то почему не использовали до выборов 4 ноября? Непонятно, чего это. Или очередь не дошла компромата. Но вы же понимаете, что на самом деле, как вы думаете, вот это последний эпизод, который обсасывают средства массовой информации, или еще будут какие-то эпизоды? Не-не-не, вы не ответили на мой вопрос. Я не понял смысла вашего вопроса. Для главной цели это выборы президента Соединенного Штата. Это было в июле прошлого года. Выборы были в ноябре. Почему не использовали эту информацию? А потому что они... Послушайте, очень просто. На самом деле, еще даже до выборов, даже до того, как выборы состоялись, каждый день на поверхность выдавалась какая-нибудь информация, которая обсуждалась, мусолилась и подтверждала просто вот стопроцентно связь Трампа с Кремлем. Каждый божий день поднимал... Вернее так, одна тема какая-нибудь вброс был. За 126 дней было 125 сливов информации, касающейся расследования якобы связей Трампа с Кремлем. И вот на протяжении, вы представляете, 125 эпизодов. И каждый из этих эпизодов обсасывался средствами массовой информации. Вот дошла очередь и до этого эпизода. Короче, перебор. Перебор. Я уверен, что... Сережа, если позволите одну секунду, потому что время мало. Вот вы говорили, какой-то слушатель предложил наказывать Обаму и так далее, уголовное дело завести. Я считаю, что это открытие ящик Пандоры. Ни один президент не будет судить бывшего президента. Трамп тоже может попасть под этот мяч. Мы всегда же республика. Совершенно верно. Это просто по дефолту. Это традиция такая. Нельзя этого делать. Ну, то есть, как бы, да. Это единственное, что отличает нас от банановой республики, пожалуй. Спасибо за ваш звонок. Что касается вот этого скандала последнего, так называемого скандала, как кто-то сказал, бургер, nothing burger. Это не последний эпизод, который будут обсуждать и обсасывать средства массовой информации. Я думаю, что этот скандал растворится, как и предыдущие 125 скандалов, надуманных демократами, высосанных, подстроенных, подставленных. После этого будет слета еще какая-нибудь информация, и это закончится тоже ничем. Потому что максимальная цель, ну, такая идеальная задача, решение задачи, это объявить импичмент. Но это может произойти только в том случае, что в 2018 году в Нижней Палате будет большинство принадлежать демократам. И они на это очень рассчитывают. И вот эта вся процедура, вся тягомотина со всеми этими скандалами, это попытка разогреть, так сказать, расшурудить демократов, чтобы они пришли на голосование, и, может быть, у них получится. Кто-нибудь из либерастов может мне сказать хоть одну идею, которую предлагают демократы, за которую кто-то может проголосовать. Хоть одно позитивное видение, хоть чего-то, хоть какое-то маленькое, хоть, я не знаю, что-то придумать, с чем демократы могут пойти на выборы. Я боюсь, что задача непосильная ни для кого, потому что уже сколько времени прошло, с января месяца, вернее, с ноября, как Трамп был избран, все попытки, усилия, надрыв демократов сводятся к тому, чтобы дискредитировать его президентство. Ни одной позитивной мысли, ни одной позитивной нотки даже не присутствует во всех их программах. Нет ничего. Полоумный Берни Сэндерс там носится с идеей бесплатная медицина, бесплатное образование, все, больше ничего. И вот это на сегодняшний день Берни Сэндерс является самым популярным политиком в демократической партии. Которая, кстати, находится его жена под якобы расследованием. Не под якобы, а действительно под следствием ФБР. О чем это говорит? Во многом. И ничего, все равно обезумевшие полоумные студенты, которые сейчас, вот теперешние, они все равно в большинстве своем поддерживают Берни Сэндерса. И вот расчет как раз на этих людей. Другого ничего у них нет. Все, Павел, спасибо огромное. И до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо. Слушайте «Народную волну» 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете. RadioNVC.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова